здравствуйте друзья у нас сегодня три способа увеличения вероятности выигрыша в лотерея green card 1 самый простенький состоит в том что есть технические неполадки при заполнении формы заявки в первые дни когда вот лотерея становится доступны миллионы людей по может быть там сотни тысяч людей со всего мира туда бросаются и сервера плохо себя ведут типичный пример да вот вы скажете хотите быть в такой ситуации или нет типичный пример из прошлого года человек заполняет заявку нажимает кнопочку она должна уйти и там пишут что подожди чуток мы тебе сейчас дадим сообщение что заявка прошла и нет его вот ты сидишь и ждешь и ждешь и ждешь и ждешь нету значит дальше у вас есть два пути путь 1 2 рассуждения вы говорите ну видимо она не прошла и еще раз заполняете риск состоит в том что если она прошла то вторая заявка дублирующая заявка дисквалифицирует обе так вы можете сказать но может быть она прошла но вы не знаете точно и ничего не сделаете это проблема которая случается с очень большим процентом людей которые бросаются в первые дни заполнять форму поэтому вот увидел пьяного отойди значит там неполадки отошли порождали ровно две недели и через две недели спокойно подаем вот такое правило очень простое не нужно быть профессором математики чтобы так вот следовать такому правилу уже неплохо второе правило очень 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 многие люди и мы не знаем это 70 процентов или только 22 но они делают ошибки в при заполнении формы некоторые наши ошибки они делают потому что торопились некоторые ошибки они делают потому что не знали чего делают как-то так или им кто-то сказал я не поняли по-английски что там было написано масса есть так сказать причин по которым человек технически какой-то там неправильную вещь пишет и это дисквалифицирует заявку я не хочу сказать что любая неточность дисквалифицирует заявку но почти любая там за исключением определенного класса там скажем вы может быть неправильно написали свое имя там как-то буковку так или там в спеллинге ошиблись немножко это там есть печь которые прощаются а так нет и масса заявок не доходит никуда просто вот из-за того что они неправильно заполнены поэтому вот те две недели которые у вас будут до того чтобы по пункту первому заявочку начать заполнять вот эти две недели надо потратить на то чтобы заявку распечатать и так аккуратненько по всем позициям пройтись вот тот самый принцип 7 раз отмерь один раз отрежь все вопросы задали есть кому отвечать слава богу есть форумы в социальных сетях есть наш канал в конце концов вот и так готовимся к тому чтобы форму заполнять вы можете сейчас пойти и попробовать посмотреть видео например о том как заполнялись форма прошлые годы у нас на канале например есть это неплохо единственно что мы не знаем какая будет конкретная форма в тот момент когда объявят что вот начинается розыгрыш мы не знаем насколько она будет совпадать или отличаться по отношению к той форме которая у нас там видео поэтому она неплохо и сейчас то есть как бы для образования тоже можно посмотреть я ссылочку там там внизу под описанием видео третий принцип более сложный для понимания поэтому если не сразу понятно то есть смысл напрячься и как-то может быть два раза подумать вот пример такой я приведу был у меня знакомый один он так как бы рукастый такой был рукастый купил автомобиль подержанный ну и надо было поменять тормозную колодочку он пошел в магазин слава богу есть магазин и пошел купил колодочку поставил через год пришлось менять диск колодочка его протерла не потому что он прикрутил ее неправильно то есть задачу прикрутить колодку то есть снять старую прикрутить новую он успешно решил он не успешно решил задачу выбрать правильную колодку он поставил не ту колодку когда пошел в магазин так вот прикрутить и выбрать это абсолютно две разные задачи другой пример я пытаюсь наглядно вы идете на экзамен ну пусть будет по математике мне математика ближе идете вы на экзамен по математике и отметка которую вы получите с одной стороны зависит от того как вы готовились последние там ну не знаю там сколько у вас было три-четыре дня может быть неделя перед экзаменом вы повторяли там формулировки теоремы доказательства там задачки там решали как мы чего там по курсу положено то и делают и эта подготовка очень сильно влияет на результат но есть еще одна подготовка которое не менее сильно влияет на результат эта подготовка которая не последние несколько дней а которая вся всю предшествующую жизнь вы набирали вот если вы математике соображаете в предмете разбираетесь это одно а если вы просто выучили формулировку теоремы это другое вы все равно посыпитесь раньше или позже нет глубокого знания поэтому Поэтому вот этот вот, как бы сказать, контекст, изучение контекста, в котором происходит решение частной задачи заполнения заявки, изучение контекста, это третий очень важный принцип. Когда вы будете решать частную маленькую задачку заполнения формы для участия в лотерее Green Card, очень важно находиться в контексте иммиграционного процесса в целом. Поэтому это пункт номер три, и он тоже решается. Я еще, может быть, уточню. Вы можете находить ответы на вопросы, которые возникают по заполнению формы, но если вы не будете в контексте, у вас не возникнут те вопросы, которые должны были бы возникнуть. Вот проблема в чем. Так вот, если вы, как бы, и третий способ снижения вероятности ошибки, то бишь повышения вероятности успеха, как бы, понимаете и принимаете, значит, вы подписываетесь на наш канал. И не просто подписываетесь, а вы смотрите, и не только смотрите там те выпуски, которые мы делаем там каждый день практически, а вы еще смотрите у нас колоссальные архивы, у нас колоссальные плейлисты, у нас свыше 6000 видео на этом канале. То есть у вас есть невероятный такой материал по объему, который можно изучать для того, чтобы вникать глубже и глубже и глубже. Не значит, что каждый человек должен именно глубоко вникать. Ну вот выиграете там заявочку, да, у вас появится мотивация вникать глубже. Ну, значит, мы все равно тут, у нас есть на эту тему и для тех, кто выиграл, и для тех, кто участвует, и для тех, кто просто интересуется жизнью в Соединенных Штатах. Поэтому вот такие три практически проверенных, на практике проверенных принципа повышения вероятности выигрыша в лотерее Green Card. Счастливо, успехов вам! Продолжение следует...